Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Много сейчас возникает вопросов, каким образом покупать акции, что делать, когда происходят убытки. Любая инвестиция – это покупка будущих денежных потоков. Соответственно, когда вы размещаете и называете инвестициями размещение денег в банковский депозит или покупку облигаций, то в этом случае вопрос, связанный с покупкой будущих денежных потоков, для вас не стоит. Потому что вы заранее знаете на банковском депозите, какая ставка. Вы знаете, какую сумму денег вы получите, вы знаете, когда вы их получите, когда закроется. То же самое по облигациям. Если вы купили облигацию, заплатив определенную сумму, вы понимаете, когда вы получите обратно номинал облигации и когда вы получите купоны. Когда же мы покупаем акции, акции – дело в том, что это долевое участие в бизнесе. То есть это право на получение части или всей чистой прибыли от деятельности компании. И поэтому это более сложно прогнозируемо. Итак, сегодня про то, что покупать, как выбирать, как оценивать и как реагировать в случае, если вдруг что-то идет не так. И особенно, когда идет в противоход ваших собственных ожиданий. Когда ты покупаешь акцию, тебе никто не гарантирует никакого денежного потока. То есть тебе нужно понимать, какие будущие денежные потоки сможет сгенерировать этот бизнес. Тогда для тебя важно, что с выручкой компании. То есть в принципе компания в выручке предыдущие годы, она растет, она снижается, она стабильная. То есть если это сырьевая компания, она в любом случае к циклам будет привязана. Второе. Что происходит с чистой прибылью? У тебя выручка может расти, но при этом у тебя нет никакой чистой прибыли, у тебя убыток может быть постоянно увеличиваться. Есть расчетный показатель, PB называется. P – прайс, B – балансовая стоимость. Что такое балансовая стоимость? Балансовая стоимость чистых активов. Что такое стоимость чистых активов? Мы берем те активы, которыми владеет организация. У нее могут быть кредиты. Соответственно, мы из всех активов – недвижимость, станки, оборудование, все-все-все, интеллектуальная собственность – вычитаем все обязательства. То есть сколько мы должны, сколько у нас кредитов и еще кому-то мы там поставщикам должны не рассчитались. Мы из активов вычитаем пассивы, обязательства наши. Вот этот вот сухой остаток называется балансовая стоимость. И тогда мы, когда берем прайс, это рыночная цена компании, она рассчитывается легко. Мы берем цену одной акции, умножаем на количество акций, которые находятся в принципе у компании. И тогда мы понимаем, сколько рынок сейчас эту компанию оценивает. И делим цену, во сколько оценивает рынок эту компанию, на ее балансовую стоимость. То есть, если в результате такого математического действия мы получаем цену ниже единицы, мы вообще застрахованы от банкротства компании. Получается, что мы как акционеры, покупая сейчас эту компанию вот прямо по вот этой вот цене, мы платим за нее денег меньше, чем приходится денег на одну акцию, разделив всю чистую стоимость. Баффет называл такие компании сигарными окурками. То есть, когда вы покупаете компанию по PB ниже единицы, вам эта компания достается бесплатно. Для тебя также немаловажно, с какой рентабельностью работает эта компания. То есть, есть такой показатель net margin. Какой процент твоей маржи в выручке. Например, у сырьевых компаний, у тех же самых нефтяных менеджеров, этот процент составляет от 1 до максимума 10%. Это значит, что с каждых 100 долларов выручки, net margin, чистая прибыль, составляет от 1 до 10 долларов. Фармацевтические компании. У них там этот показатель может составлять 73. У Сбербанка net margin больше 30. У Тинькова больше 40. То есть, получается, что операционно компания работает очень хорошо. И тогда ты смотришь, ага, что у нас там с выручкой Сбербанка? Понятно. Что у нас с чистой прибылью Сбербанка? Понятно. Могут хорошо управляться. Что у нас с net margin? То есть, сколько у него маржинальность, с которой он работает? Какой у него процент не доходит? Ага, вот такой 30%. Если компания 50% чистой прибыли направляет на выплату дивидендов, растет выручка у нее на 10% в год, с сопоставимыми темпами растет чистая прибыль, с маржинальностью 30%, я могу рассчитывать, что при условии, если ничего не поменяется, то через 10 лет, если компания растет на 10% в год по выручке, она, соответственно, будет по выручке в два раза больше, по чистой прибыли в два раза больше. С маржинальностью 30% она может много чего захватить и развить новые какие-то производства. И она начнет выплачивать не 50% чистой прибыли на дивиденды, а, например, доведет этот показатель до 70%. И тогда это хорошая история для того, чтобы включить в инвестиционный портфель. Или обратная ситуация. Газпром. Печаль. То есть вот прям печаль. Значительную часть рынка потерял, с Европы практически ушел. Государство там взяло чистую прибыль не через дивиденды, а взяло через дополнительное введение налогов, чтобы там с акционерами не делиться. Большая инвестиционная программа ранее была произведена. Плюс сейчас для того, чтобы переориентировать эти потоки куда-нибудь в альтернативные источники, это тоже требуется времени. Вопрос, как это будет решаться. Но при этом задаться вопросом, а вообще его будут банкротить или нет? Ну скорее нет, чем да. Могут ли временно решить вопрос, переложить вот эти вот инвестиционные затраты, их все равно надо будет переориентировать, то есть гнать газопроводы куда-нибудь. В Индию, в тот же самый Китай, альтернативный. Это надо будет все равно реализовывать. То есть или государство профинансирует через инфраструктурное строительство, или, может быть, увеличит внутренние цены для российских потребителей, ну не для физических лиц, а для компаний, для корпораций. С месторождениями что-нибудь произойдет, скорее ничего не произойдет. Сейчас, конечно, ну зачем покупать мертвую лошадь, у которой нет никакой чистой прибыли, у которой высокая долговая нагрузка, у которой падение выручки, и она вообще абсолютно неинтересна. Но опять подумайте, чуть подальше своего собственного носа. Не вот сюда вот смотрите, а посмотрите хотя бы вот сюда. Компания еще раз, да, то есть если сейчас ты покупаешь, стоимость чистых активов в 4 раза больше, чем цена компании. Чисто пример, да, что мы берем там, весь «Газпром» покупаем, говорим, все, «Газпром» прекращает существование, все распродаем там, покупайте по рыночной стоимости, да, то есть все месторождения, все заводы, вся газотранспортная структура, инфраструктура, которая есть, вот ее продаем по текущей цене. И условно мы получаем там 100 единиц денег, да, за это. А стоит он 24 единицы, то есть ты за 24 единицы можешь купить и получить 100 единиц денег. Рынок всегда приходит к средним значениям. Это речь не идет о том, что нужно «Газпром» покупать на все деньги. Что будет в будущем, никто не знает. И вопрос в том, что если вдруг он решит свои ситуации, если вдруг он сможет в течение 3-5 лет перенаправить свои газовые потоки в другую сторону, построит какой-нибудь терминал СПГ, какую-то часть все равно Европа начнет покупать, потому что цены иначе на газ у нее взлетят на внутреннем рынке. То есть если ситуация разрешится, вы можете заработать там в 4 раза больше. То есть акция опять там со 120 рублей вырастет там условно до 300-380-400. Я не даю инвестиционную рекомендацию, что так произойдет. Я говорю, что если вдруг такое произойдет, у тебя в принципе «Газпром» есть в портфеле, потому что когда у компании все хорошо, у нее растущая выручка, у нее растущая чистая прибыль, у нее высокая маржинальность, эти компании все хотят купить. А купить то, что не зарабатывает деньги, то, что могут возникнуть у компании еще большие проблемы, и ты не увидишь дивидендов в следующие 3 года, это никому не интересно, и поэтому здесь вообще спрос не сконцентрирован. Но если вдруг опять-таки произойдет, что там появится спрос, я говорю сейчас, вся цена компании, всего «Газпрома» в 4 раза меньше, чем стоимость чистых активов, которым принадлежит «Газпром». «Газпром» заплатил 50 рублей дивидендов. Если он вдруг вернется к этим дивидендным выплатам, сейчас акция стоит 120. Пускай вы будете там 5 лет ждать, когда это произойдет, но вы будете получать 50 рублей дивидендов, наложенные 120 рублей. Сколько это доходность? 41,5%. Произойдет, не произойдет, я не знаю. Но не имеет, например, хотя бы на 1-2% достаточно глупого. Ребята, я, во-первых, ничего не рекомендую, а я делюсь своим собственным мнением. Это раз. Два. Решение принимаете вы самостоятельно. Но при этом сейчас у вас есть возможность. Для того, чтобы купить акцию «Газпрома», вам нужно 1200 рублей. И пускай вы там следующие 4-5 лет будете сидеть и ничего не получаете, но в определенный момент времени она выстрелит в 3-4 раза. И у вас будет дивидендная доходность, если опять-таки он вернется к выплате дивидендов в размере 50 рублей, на уровне 40%. Стоит это, чтобы подождать? Наверное, стоит. А сейчас компенсируете рост доходности и компенсацию убытков частично за счет облигации федерального займа и частично за счет более сильных компаний. Это происходит резко и это происходит быстро. Посмотрите на график «Газпрома». Новость какая-то новая вышла, компания там на 50% за 2-3 месяца улетает. Они говорят, мы будем платить вам 50 рублей дивидендов, а нет, отменяем. Почему сначала по этому не платят? Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Не совет директоров принимает решение о выплате дивидендов. Он говорит, ребят, мы поработали в этом году вот так вот, мы заработали вот столько вот чистой прибыли. У нас есть предложение, что, например, 50% чистой прибыли мы направляем на инвестиционную программу, а 50% мы рекомендуем, чтобы вы приняли решение о том, чтобы направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов. И общее собрание акционеров принимает решение, рекомендацию совета директоров выполнить или не выполнить, путем простого голосования. «Газпром», если мы говорим про «Газпром», крупнейшим акционером является государство. Получается, что совет директоров рекомендует, поэтому первое, что влияет на котировки акций, сообщение в ленте информационных агентств идет там, «Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал выплатить такое-то количество чистой прибыли на дивиденды. На одну акцию придется вот столько-то. О, 55 рублей дивидендов. Если общее собрание акционеров утвердит, то будет «ооо». Все начинают, соответственно, на открытом рынке покупать. После этого приходит государство в лице Росимущества и говорит, «Ну, слушайте, мы тут такие подумали, наверное, сейчас не лучший повод для того, чтобы выплачивать дивиденды. Стоимость денег может быть высокая, политика Центрального банка такая». Государство говорит не принимать, не утверждать решение Совета директоров. Все-таки, а дивиденды не выплатят, акции «Газпрома» падают. Здесь есть определенный механизм манипуляции, но это достаточно сложно доказывать. ПИ. Цена, деленная на чистую прибыль, занимается квартирами, еще называется срок окупаемости. Средний показатель ПИ для российского рынка сейчас составляет 4,5-5 акций российских компаний. Акции американских компаний ПИ составляют где-то в районе 26-28. Мы говорим о фундаментальных показателях, которые для инвесторов. И кто-то говорит, «Я буду покупать по цене ПИБИ, цена балансовой стоимости, месячей единицы». Кто-то говорит, «Я буду покупать с низкими показателями ПИ, то есть цена чистая прибыль». Просто там есть очень много подводных камней. Берем показатель «Цена чистая прибыль». В период экономического роста, то есть компания, у нее все хорошо выручкой, у нее все хорошо с прибылью. Она зарабатывает очень много прибыли, но чистая прибыль всегда самая большая в период начала спада. То есть когда экономика начинает замедляться, замедляется чистая прибыль. И они в этот момент по показателю ПИ являются наиболее привлекательными для покупки, потому что показатель уменьшается, капитализация чистой прибыли. И наоборот, когда экономика находится в рецессии, когда с компанией может быть временно что-то не так, смотрели на показатель «Газпрома» минус 6. Что значит показатель ПИ минус 6? Мы опять берем элементарное уравнение. Мы стоимость компании, делим на чистую прибыль и получаем некое отрицательное значение. Стоимость компании, она не может быть отрицательной. Скорее всего, значит, у нас в знаменателе отрицательная. То есть у компании не прибыль, а у нее убыток. И убыток, причем у нее там составляет 6 показателей ее текущей капитализации. И тогда человек говорит, слушай, ну компанию убыточной, нахрен мне ее покупать? Но извини меня, ты находишься в ситуации, когда у тебя значительная часть объемов экспорта, которая была, перестала. Ты продавать перестал. Ты выручку не получаешь, тебе взять ее неоткуда. У тебя есть кредиты, у тебя есть инвестиционная программа, тебе нужно перенаправить потоки. У тебя получается не прибыль, а убыток. И тогда ты в этом случае должен сам задуматься. А в принципе, все ли настолько критично? Будет ли эта компания банкротом? Опять, может получиться так, что прибыли может не быть. Но цена будет. Тогда ты будешь делить на 0, на 0 делить нельзя. Или же ты будешь на очень маленькую цифру делить, потому что чистая прибыль будет маленькая. Ты такой посмотришь, показатель ПИИ 5350. Такой пссс, 5350 лет у меня будут окупаться инвестиций, не будут покупать. Поэтому здесь тоже в этом нужно разбираться и не просто исключительно на эти показатели смотреть. Тот же самый Facebook. То есть Facebook, когда выходил на IPO, размещался, при чистой прибыли 1 миллиард долларов в год, его оценили в 100 миллиардов. Зачем покупать компанию, которая будет окупаться 100 лет? Может быть, посмотреть на российские компании, которые там за 5-6 лет окупятся. Но суть заключается в том, что в Facebook была понятная финансовая модель, которую инвесторам показывали. Да, сейчас мы только-только начали монетизировать социальную сеть, мы до этого ничего не зарабатывали, только вкладывались. И за вот этот вот год, пока мы ее монетизировали, мы миллиард заработали. Но при этом, если мы продолжим такими же темпами, то через 5 лет мы будем зарабатывать уже не миллиард в год, а мы будем зарабатывать 10 миллиардов в год. И если ее оценили в 100 пи, ну, соответственно, делили там на чистую прибыль миллиард, это было 100, а если чистая прибыль будет 10, то тогда показатель пи будет 10. И при том, что весь рынок американский оценивается в 26, то оценка Facebook в 100 миллиардов это еще не такая высокая оценка, он может стоить больше. Потому что если он будет зарабатывать 10 миллиардов долларов и начнет оцениваться как весь рынок, то тогда он сколько будет стоить? Ну, 10 миллиардов мы зарабатываем чистой прибыли, умножаем на 26, получаем 260 миллиардов. А вам предлагается сейчас купить за 100. И мы этот путь планируем сделать за 3 года. То есть у вас за 3 года в этом случае получается, вы заработаете с вложенного доллара, заработаете 2,6 долларов чистой прибыли. Интересно, интересно, да? И поэтому таким образом покупают. Помимо того, что смотришь на чистую прибыль, нужно понимать, насколько эта чистая прибыль стабильна, что происходит с вырушкой, что происходит с маржинальностью, с которой работает компания, да? Это очень, с одной стороны, большая, с другой стороны, интересная тема, разобравшись в конторах, можно отыскивать действительно интересные бриллианты в свой инвестиционный портфель. Об этом как раз слава рассказывает у нас на мастер-классе, каким образом отбирать компании, на какие показатели смотреть, каким образом их трактовать, как дисконтировать денежные потоки, то есть производить вот подобного рода оценку. Кстати, на мастер-класс можно присоединиться, пройдя по ссылке в описании к данному видео. Если возвращаться к исследованию, например, того же Бридж Геоттера от Эрея и Далева, то рынок всегда приходит к среднему значению. Среднее значение это то, что капитализация рынка, ну то есть общая ПИ должна быть в районе 10-15, то это говорит о том, что скорее всего американский рынок снизится в 2 раза, российский рынок должен вырасти в 3-4 раза. И поэтому, когда стоит вопрос покупать, мне покупать российское сейчас, я бы отдал предпочтение российскому. Какие у меня есть альтернативы? Вот просто, я обычный физик. Рынок акций, все трэш, покупать не буду, там все можно потерять. Куда мне тогда вложить деньги? Недвижимость? При ипотеке 22%, студия в Москве 32 квадратных метра с ежемесячным платежом, 180-190 тысяч рублей, ну так себе перспектива. Регионы? Ну регионы, опять они должны привязываться к среднему доходу по региону. Нокии, хорошо, может быть недвижимость, все в недвижку вкладывать. Опять, сколько переплата будет при ставке ипотеке 20%, ставка в будущем может упасть и можно рефинансироваться будет дешевле. Окей, упадет она там до 10-12%, снизить у тебя ежемесячный платеж со 60-190 тысяч до 90-100, та же самая квартира. Доллар купить? Но при прочих равных условиях, если смотреть, какая альтернативная доходность заложена в рынке акций, верите ли вы в то, что доллар будет следующие 10 лет в среднем расти на 18% в год без учета инфляции, а с учетом инфляции на 28% в год? то есть, верите ли вы в то, что через 10 лет 1 доллар будет стоить 1050 рублей? Верите ли вы в то, что в 10 раз вырастет недвижимость? Мы находимся в ситуации, что рынок в самом негативном сценарии может просесть, давайте приведем полную альтернативу к 2008 году, может просесть еще на, ну, пускай 50%, апокалипсис. Но при этом вырасти за 10 лет в 10 раз. Потому что люди, они как мыслят, вот просядет еще на 50%, я тогда куплю. В одном из недавних видео я рассказывал свою историю, так как, когда один из крупных девелоперов, у него было 300 тысяч долларов, и он по 15 рублей при мне не купил акции Сбербанка. То есть, казалось бы, было самое дно, но для него был ключевой момент, ему было страшно купить, потому что у него перед лицом был график, что актив со 100 рублей за 12 месяцев упал до 15 рублей. Вы должны понимать, что в нормальных условиях такого не бывает. Должно быть какое-то внешнее давление по всем фронтам. Мировая экономика трещит по швам, цены на нефть упали, Россия там вела войска на территорию Грузии, да, быстро все это там порешалось. Доллар там растет адскими темпами. Даже если вспомнить там ковидный кризис, когда рынок скорректировался, много ли было покупателей, кто покупал? Не так уж и много. И в этот момент очень тяжело купить. И самая нормальная стратегия в этом случае является регулярная, ежемесячная покупка активов подобного рода, да, то есть рисковых активов, таких как акции, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Есть скидка? Отлично, купим со скидкой. Нет скидки? Вынуждены покупать дороже? Отлично. Две трети времени рынок падает, будет одна треть времени, будет возможность этот же самый актив купить подешевле. Прежде чем купить, самая большая работа проводится до покупки. И смотрите на каждую акцию с одной простой историей, да, готов ли я с этой акцией прожить всю жизнь, чтобы эта акция перешла по наследству там моим внукам. Вот именно с такой позиции. И у вас ограниченный капитал, да, то есть вы можете купить там не больше трех бумаг в месяц. И каждый месяц нужно совершить покупку на горизонт инвестирования бесконечности. Вы совершенно по-другому тогда будете смотреть. Вы пойдете в показатели, вы будете смотреть, вы будете изучать эту компанию, что у нее происходит с прибылью, да. А когда опять же нас призывают к спекуляциям, ой, все плохо, прибыль не зарабатывают, да нафиг это надо, да я лучше там в долларе в облигациях посижу. Но мы получаем то, что люди не зарабатывают в конечном счете. Спокойные инвесторы, у которых вот такой вот разумный взвешенный подход. Вот прямо сейчас вы покупаете акции на 20 лет, у вас есть ограниченный капитал. Что вы купите? Вы начнете блондить по каким-нибудь каналам или смотреть, наверное да, но вы выпишите какие-нибудь тикеры, да, которые рекомендуется и пойдете и начнете внутри изучать, что там внутри такого этой компании, да, в попытке разобраться. У вас не будет возможности ее продать. Гипотеза, этого, конечно, маловероятна. Вот вы купили, да, биржу закрыли на 10 лет, все, ничего нельзя сделать. Вы просто являетесь акционером, перешли в реестр, компания будет платить дивиденды напрямую на банковский счет. Какие тогда акции нужно купить? То есть мы сначала покупаем, потому что кто-то что-то там сказал, потом происходит какая-то жопа, мы начинаем думать, что же с этим делать и хорошо, если мы заползем в показатели и посмотрим, что же это за бизнес такой, да. В конечном счете мы всегда принимаем эмоциональное решение по совету кого-то, перекладывая ответственность за покупку на него и потом, когда мы продаем, мы опять-таки на кого-то перекладываем ответственность, да, то есть и будем ругать весь фондовый рынок, будем ругать кого угодно, но только не себя. Самый большой вопрос, что купить? А когда купить? Это не принципиально, потому что, еще раз, практика показывает, что любая покупка на горизонте 10 лет плюс, она всегда будет прибыльной. Хоть на американском рынке, хоть на российском рынке. Опять же, если вы будете получать дивиденды, если вы купите качественный актив, будете реинвестировать дивиденды, вы в любом случае обыграете инфляцию, в любом случае обыграете валютную переоценку, курс доллара. Опять же, если диверсифицированный портфель хороших качественных активов, могут происходить аварии какие-то крупные, которые требуют компенсации и устранения последствий аварии. Могут быть, я не знаю, какие-нибудь рейдерские захваты, может, в принципе, компания перестает существовать, как ЮКОС, в 2004 году. То есть, произойти может что угодно. Опять риск, когда что-то одно куплено. Портфель с 10 бумаг компенсирует 90% рыночного риска, то, что кто-то один из них обанкротится. Если регулярно инвестировать дивиденды, регулярно инвестировать дополнительно деньги, то есть, покупать средний рынок, это самая эффективная инвестиция для непрофессионального инвестора. То есть, если человек просто работает, продает свое время, взамен получает деньги, эти деньги нужно отправлять в будущее, чтобы иметь достойную жизнь, это самый удобный, компактный, ликвидный инструмент, который позволяет сохранять приемножение. У меня же на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok